Звучит музыка Это самый верный способ увидеть себя со стороны. Но уверены ли вы, что видите в зеркале самих себя? Может быть, это не вы? Или не совсем вы? Эти сомнения терзали человека на протяжении многих столетий разглядывания своего отражения на различных блестящих поверхностях. Зеркало ставило перед человеком вопросы о нем самом и по-своему на них отвечало. Итак, наша сегодняшняя обыкновенная история о зеркале и о его привычных и непривычных свойствах. Наверное, не будет преувеличением сказать, что история зеркала начинается с первых моментов пробуждения самосознания человека. Самосознание и, соответственно, самопознание. Человек всегда стремился увидеть самого себя. И свое изображение он мог обнаружить на блестящих и темных камнях, на водяной глади и на различных отшлифованных предметах. Древнейшая история о зеркале – это эллинский миф о нарциссе. Нарцисс, как мы помним, увидел свое отражение в реке. Влюбившись в свой образ, он уже не смог с ним расстаться и умер от голода и страдания. История нарцисса обрела в древности различные толкования, которые проливают некоторый свет на природу зеркального отражения. Отражение для древних, начиная с Платона, было двойником, то есть живой и одушевленной формой человека. Именно этот двойник и завлек к себе нарциссы из глубины прозрачных вод. Заворожил самолюбованием и убил. В древней Элладе вообще считали, что смотреть на собственное изображение опасно, поскольку коварный двойник может уловить душу человека и привести его тем самым к гибели. Коварство зеркального двойника проявлялось еще и в том, что он не давал правдивого изображения внешности человека. Зеркало обманывало, искажая человеческую природу. Тот же Платон порицал обманчивое зеркальное отображение. По его мнению, между реальными предметами или людьми и их и реальными 7-минутными двойниками существует разрыв. Этот разрыв и дает опасное искажение. Поэтому пытаться познать самого себя, разглядывая свое зеркальное отражение, просто глупо и опасно. На этом, собственно, и погорел нарцисс. Другое дело – герой Персей. Миф о Персеи – еще одна древняя история зеркала. Но, так сказать, с другой стороны. Персей должен был убить одну из трех сестер Гаргон – Медузу. Медуза была существом смертным, но обладала страшным оружием. Ее взгляд, если встретиться с ним глазами, обращал в камень все живое. Персей избежал этой коварной ловушки с помощью блестящего щита, поданного ему Афиной. Зеркальное отражение Медузы было искажением ее реального облика, а и реальный двойник не обладал ее реальными смертоносными качествами. Но при этом передавал ее действия и указывал на ее место расположения. Следя за Медузой по отражению на зеркальной глади щита, Персей и снес голову коварной Гаргоне. Мораль. Не уподобляйся нарциссу, обращая зеркало на себя, но следуй Персею, наблюдая в нем за окружающим миром и конкретно за врагом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако в своей истории человечество все-таки шло прежде всего за нарциссом. Зеркало известно еще со времен Древнего Египта. Знали его и древние Лада, и Рим. Правда, зеркала древности были металлические, как правило, из бронзы. На древнегреческих вазах V века до н.э. запечатлены коринфские дамы и кавалеры, разглядывающие себя в маленьких кружочках отполированного металла. К этим зеркальцам были приделаны ручки или ножки, а оборотная сторона чаще всего расписана мифологическими сценками. Размер этих зеркал был невелик, как правило, 15-20 сантиметров в диаметре. Зеркальце вставлялось в деревянную рамку, или же оно снабжалось ручкой, либо кольцом, за который сей предмет самонаслаждения держал раб. Металлические зеркала древности были очень дороги, и их всячески оберегали от царапин и пятен, прикрывая маленькими занавесками. В Древнем Риме зеркала стали неотъемлемым предметом роскоши. Богатые римские матроны просто не мыслили своего существования без них. Сенека писал по этому поводу, преувеличивая, может быть, лишь самую малость. Заодно единственные из этих зеркал из золота или серебра, инкрустированных драгоценными камнями и украшенных чеканкой, женщины способны заплатить сумму, равную той, что в прошлом государство давало в приданное дочерям бедных полководцев. Римляне изобрели новые формы зеркал – квадратные и прямоугольные, а в богатых домах на смену бронзовым пришли серебряные зеркала. На краю римских зеркал была, как правило, укреплена маленькая губка. Это было очень важное дополнение, ведь для того, чтобы хорошенько разглядеть себя металлическое зеркало, надо было каждый раз отполировать до блеска. В эпоху империи зеркала вошли в число мужских аксессуаров. Знаменитый римский сатирик Ювенал иронизировал в первом веке нашей эры над императором Атоном, считавшим зеркало одной из важнейших частей своего военного снаряжения. В погоне за достоверным отражением римляне стали экспериментировать и с камнями. Особо ими ценился обсидан, черное стекло вулканического происхождения. Хотя, как говорил историк Плинии, этот камень давал больше теней, чем истинного изображения предметов. В золотом доме императора Нерона зеркала были выточены из рубинов и изумрудов, а обсидановые поверхности, по свидетельству того же Плиния, источали столь ослепительное сияние, что казалось, будто свет не проникает в это здание, а исходит от его стен. Но все это, так сказать, нарциссическая история зеркала. А вот по пути хитроумного Персея решил пойти император Домицыан. В своем дворце мнительный и жестокий император создал уникальную систему безопасности. На всех портиках здания были укреплены обсидиановые панели, чтобы во время прогулок Домицыан мог иметь почти круговой обзор и вовремя обнаружить опасность, таившуюся у него за спиной. Но это не спасло Домицыана. В конце концов, он был убит, сведомо собственной жены, своим домоправителем. Ну хорошо, бронза, серебро, обсидиан, а стекло? Были ли знакомы греки и римляне с зеркалами в нашем смысле слова? Упоминание о стеклянных зеркалах мы встречаем в комментариях с сочинением Аристотеля 3 века до н.э. Затем плений старший уже в 1 веке н.э. упоминает нечто похожее, приписывая честь изобретения стеклянных зеркал с жителем финикийского города Сидон. Археологические открытия представляют нам древнейшие зеркала, также периодом не ранее 3 века до н.э. Все это маленькие выпуклые зеркала, которые выдували при помощи стеклодувной трубки. С тыльной стороны на линзу помещали слои расплавленной бронзы, свинца или золота. Их производство требовало большого труда, а результат был более чем посредственным. Поэтому в течение многих веков стеклянные зеркала держались в тени металлических. Но какими бы ни были зеркала древности, бронзовыми, серебряными, обсидиановыми или стеклянными, все они казались разносчиками иллюзий. Зеркальный нарциссизм представлялся мыслителем древности ложным и опасным путем самопознания. Правильное употребление зеркала могло обладать и нравственным, и терапевтическим эффектом. Так Сократ по свидетельству Диогена рекомендовал посмотреть в зеркало пьяницам, получить, что называется, результатное лицо. Сенека давал зеркало человеку, которого обуревал гнев. Иными словами, и Сократ, и Диоген, и Сенека предполагали, что зеркало не только худо-бедно отражает физические черты, но убедительно свидетельствует и о внутреннем мире человека. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, да и совесть нечиста. Но обо всем остальном, что открывается нам в зеркале, поговорим в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова